всем привет и добро пожаловать на мой канал хочу вам показать свои очередные покупки и начну я своего любимого магазина обуви это таки макс не там как бы не только мой не только обувь я там покупаю но в основном только там я могу купить действительно красивую качественную обувь по доступной цене и что самое главное мой размер размер 35 и у меня всегда проблема найти какую-либо обувь и вот я там купила себе вот такие вот 2 от кати перри 35 размер 1 стоили 100 паундов и потом на них была скидка 19 99 уже в таки макси они продавались по такой доступной цене и к повторюсь как у меня проблема с размером с размерами то конечно же для меня это мой просто любимый магазин это моя находка и вот такие вот голубенькие туфли я себе купила вот так вот они выглядят они еще немножко переливаются зеленым не знаю видно или нет это такой как дуахромный как сейчас модно называть обувь я все очень хотел именно себе синий для того чтобы носить их с джинсами вот здесь кати перри это не коша кстати хочу обратить внимание каблук как всегда 10 сантиметров я в основном такие покупаю так вот это все выглядит и я их уже померила все как бы красиво и очень интересно что него так вот красиво переливается вот таким вот как зеленоватым оттенком очень интересно такие вот красопеты назовем это так и вторую обувь тоже от кати перри я купила вот и наклеила сюда вот это вот ас обуви это уже верх у нас кожа а внутри ну и подошвы естественно не кожа тоже 35 размер и тоже они мне обошлись 19 99 но стоили они 105 это уже балетки я кстати очень люблю балетки люблю именно вот на каждый день вот так вот они выглядят вроде как это была коллекция к дню валентина потому что есть еще такие были розовые с сердечками так вот такие вот губки тут тоже написано кесси перри внутри я их померила они мне как будто бы не спадают но и как будто бы не совсем по моей ноге как будто бы вот буквально чуть-чуть они мне большеваты но я уже не буду заморачиваться возвращать потому что сейчас магазины закрыты и возвращать можно через ну как они откроются дают там еще по моему 14 дней чтобы вернуть то в общем я не буду заморачиваться просто я их буду носить именно на такой бессенний тире осенний период когда можно носить не с колготками этими прозрачными а с носочками ну теперь поехали дальше ланком мне выслал вот такие вот такой пробник парфюма идол их не их новый парфюм у меня уже был этот пробник и у меня уже есть полная версия этого парфюма в пробнике мне очень понравился этот парфюм когда же я купила полную версию в рапорту мне как-то он не понравился поэтому как бы к сожалению почему-то он меня не совсем такой запах как пробники почему-то купила я вот такие вот витаминки от солгар магний решила пропить курс я вот сейчас пью витамин d и решила также купить магний насколько я слышала что фирма солгар это очень хорошая фирма я уже сняла защитную пленку есть такой тоже написано солга по-моему их надо один раз в день пить покажу какие тут у нас как тут это понимать пифо день не так-то легко все это открывается но вот я расковыряла две таблетки в день нужно принимать так тут эта ватка у нас вот такие вот они стеклянная кстати банка темное стекло все как и должно быть и вот так вот они выглядят относительно большие капсулы я сказала бы их еще надо и две в день так что на такие вот они не маленькие скажем так как тут 60 то есть но на месяц получается хватит как раз такой курс такой на месяц но вот в период такой после конец зимы уже весна я вот люблю пробивать какой-то курс витаминов да и вообще время от времени снижу какие-то витамины я их покупаю ну вот такой вот решила попробовать не пробовала еще витамины от солгар но много хорошего слышала об этом бренде на сайте зоева было 70 процентов скидки 50 процентов скидки 30 процентов скидки на что-то и вот я выбрала себе кисточку обошлась мне на всем паундов они как всегда высылают вот в таких вот чехлах или уже такой более красивее чехол с их более дорогими кисточками мне очень понравилась эта кисточка они как-то за покупку высылали мне я заказывала кисточку очень долго она мне не приходила я им написала и они выслали и в подарок выслали мне вот эту вот кисточку 228 только мини версия вот такая вот маленькая дорожная версия я ее использую на работу ну очень мне нравится эта кисточка вот именно 228 она в складку она так хорошо наносит тени именно вот в складку мне так нравится я решила заказать так как скидки уже себе скажем так еще одну именно положить дорожную косметичку и купить эту мини версию вояжор по-моему она называется но и и не было уже в продаже она у них есть на сайте но out of stock она у них поэтому я купила вот такую вот полную версию назовем это так и вот еще раз покажу 228 очень мне нравится в абсолютно такая вот заостренная на конце и она очень хорошо вот именно вот складку наносит тени очень-очень мне понравилась эта кисточка поэтому с удовольствием буду ею пользоваться дальше я купила две туши у меня уже заканчивается тушь которая на работу и я решила купить ту которая мне нравится это от шарлотт силбуре их легендарная тушь volume 2 у меня было два пробника мне они очень нравились то есть они делали такие длинные ресницы пышные но не прям грамму то есть прям прям грамму-драму делает мне диор там атака любимая тушь но это такая на выход тушь а этот уж именно на работу но мне нравится все равно что присните были длинные пышные поэтому вот это пробник вот этой туши мне очень понравился мне даже кстати на работе девчонка спрашивала что это за тушь такая и не накладные ли у меня ресницы поэтому вот мне очень подошла эта тушь я решила купить полную версию на официальном сайте потому что при покупке в официальном сайте вы выбираете себе два подарочка и я выбрала себе вот таких вот два пробничка это их дневной крем и ночной крем у меня уже был пробник вот этого дневного крема 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 крем в принципе не знаю за что такие деньги отдавать но как пробник как бы почему бы нет так вот все это у нее выглядит пробники и тут то есть вы вот так вот тут открываете и наносите эти два крема но знаю что не очень популярны эти кремы и вторую тушь я купила которая взорвала просто тик ток говорят все говорят насколько это классная тушь я отправилась будет купить эту тушь и и все разобрали в нашем городе в двух магазинах ее просто нету я разбирают моментально я проверила в стоке и было в соседнем городе мы поехали в специально в соседний город за этой тушью и там осталось буквально парочку но успела я прихватить только магазин аптечный скажем так плюс там еще шла ладно давайте просто покажу эту тушь вот так она выглядит вообще у мэйбелин уже есть эта тушь sky high sensational но это как будто бы новая упаковка и как сама гава как мэйбелин говорит это другая формула и если посмотреть видео на тик токи видео даже уже на ютюбе появляется то все девчонки которые делают красить себе ресницы они прям такие кукольные но вот очень интересно мне попробовать я конечно не питаю огромных надежд но на самом деле вообще тушь от мэйбелин не вот насколько я помню нравились они делали то что мне от них требовалось это объем поэтому попробую очень интересно мне попробовать и это тушь стоила 9.99 но в магазине boots акция и там две два продукта за 12 паундов то есть добавив 3 паунда вы получаете второй продукт и я выбрала себе долго выбирала очень конечно выгодно покупать две туши что допустим еще и девчонок хочет тушь так вот две купил и получается по 6 паундов но вообще очень дешево тогда тушь получается но так как я покупала сама себе я выбрала себе вот такой вот гелевый карандаш автоматически в оттенке булканик бронз так вот он выглядит вот такой вот коричневый оттенок с такими бронзовыми блёсточками но их там буквально чуть-чуть практически нету и кстати выкрутив этот карандаш обратно он не закручивается так что вот будьте внимательны с этим так вот он выглядит сколько здесь у нас граммов тут есть это он кстати водостойкий 24 часа но в общем не знаю сколько тут кранов за может быть где-то вы углядели я что-то не могу найти ладно не столь важно кстати сделано в германии но вот такой вот коричневый карандаш я уже давно себе хотела коричневый карандаш у меня кстати по моему где-то он есть но раз что-то надо было выбрать я вот решила именно выбрать карандаш и обязательно кстати расскажу понравилась мне эта тушь или нет которая взорвала просто вот просто взорвала тик ток на данный момент следующая у меня палетка теней я долго думала покупать в нее или нет вернее нет я знала наверное что я ее хочу но как-то не решалась купить и в итоге все-таки посмотрев там какого-то очередного блогерам я склонилась к тому что нет я хочу эту палетку эта палетка от наташи динона camel palette очень мне понравилась вот эта ее пятерка вот эти пятерки теней у меня на правда одна большая версия и маленькая мини версия мини версия мне понравилось меньше чем большая версия большая у меня даже вот вошла в фавориты года в этом году она у меня будет и очень она меня впечатлило все такие вот шиммерные оттенки абсолютно не затираются замыливаются хорошие пигментированные оттенки и вот мне захотелось купить еще это вот камал палат именно из-за оттенков так это название оттенков тут и кстати при покупке тоже я покупала на культ бьюти там можно было тоже выбрать два пробника и опять же я выбрала этот вот charlotte илбуре magic cream и и и уже от grand elephant ретиноловый крем так вот он выглядит если один процент ретинола интересно попробовать как раз зимнее время ну давайте вернемся теперь к палетке так вот она выглядит здесь тоже название оттенков и и вот здесь вот вот вы можете вытягивать эти оттенки менять их местами или если вас несколько палеток вы можете менять местами сами скажем так рефилы создавлять составлять какую-то свою палетку например сегодня вы хотите взять путешествие такие оттенки вы их меняете местами потом другие или же вообще просто пути расположить в одну большую магнитную палетку и у вас будут все цвета которые вы хотите или же в одной большой вот так вот это выглядит все такие вот коричневые оттенки вот она открывается поближе их ну вот видно что вот этот вот очень сыпучий ну давайте тени у нее все мягкие пигментированные шинеры сатиновые все хорошие чем-то это оттенки между собой похожего допустим вот эти два очень между собой похожи то есть получается какие у нас вот эти два матовых очень похожи вот первым он нет вот этих два получается похоже между собой это такой потемнее вот он 1 вот эти вот конечно мы вообще один оттенок но я как-то вот полюбила эти оттенки мне не как-то подходят поэтому принципе такую вот хотела палетку на каждый день то есть удобно не надо заморачиваться с ней все все просто без лишних проблем не знаю надо ли вам именно вот эта цветовая гамма возможно нет потому что в принципе такой цветовой гаммы очень много у каких палеток тоже у хороших палеток поэтому не знаю хотите ли но тени от наташи динона очень качественный очень хороший опять же так как здесь одинаковые цвета стоит ли переплачивать с этим не помню сколько заплатила за нее наверно 48 что-то вот в этом роде у нее стоит ее тени эти пятерки но у нее есть у меня есть тени которые так и называются вот пятерки и просто номера а есть вот именно как камал пятерки их ее это именно с этих больших палеток оттенки то те же самые поле оттенки а камал это уже абсолютно другие оттенки которых нету ни в одной вот ее большой палетки но повторюсь еще раз я именно хотела вот эти вот коричневые оттенки мне не подходят мне не нравится и поэтому в принципе знала что я покупаю ножки эти оттенки видно что вот этих два но это просто вообще один оттенок принципе как-то нас немножко обманули знаете все такое безусловно здесь похоже скажем так оттенки здесь кажутся разными но они очень похожи вот эти два вообще один и конечно же похожи между собой очень эти оттенки решайте сами нужно нужно ли вам это или нет возможно нет из-за похожести но я вот люблю еще раз повторюсь мне нравится как выглядят на мне эти оттенки поэтому я принципе и купила может быть я конечно не рассчитывала что вот этих два будут вообще один и тот же оттенок но тени очень мягкие вот не завидно тут или нет такие немножко маслянистые хорошие тени поэтому может быть если не эти оттенки то возьмите другие но именно вот большие попробуйте пятерки потому что принципе все говорят о том что хорошие очень тени у наташи динон там где именно вот эти большие палетки пятерок вот эти вот большие пятерки они маленькие не мини версии поэтому присмотритесь может быть каким-то другим оттенком не к этим но у меня уже есть одна палетка и вот мне как-то вот хотелось именно коричневую гамму поэтому как-то я вот так вот ее и взяла сделать сводчики на солнышке как это выглядит то тут зимой сложно солнышко выловить так вот это выглядит на солнышке оттеночки так же у меня уже подходит моя любимая крем-пудра вернее что-то у нас написано что здесь компактные тональное средство но это как бы не компактное тональное средство это больше наверное такая крем-пудра и вот подходит моя концу уже моя любимая крем-пудра я и принципе всегда покупаю я даже знаете когда стала ходить на дискотеки я только ею пользовалась я вообще не пользовалась тональными средствами я их не воспринимала тогда еще было вот только один этот балет один оттенок которым все пользовались несмотря ни на что подходит этот оттенок или нет но на удивление кстати я не помню никого у кого смотрелось бы как маска или как-то там неправдоподобно но я как-то вот в то время их не воспринимала и пользовалась именно вот этой от макс фактор крем-пудры обожаю ее пользуюсь ею на работу опять же я на работу не пользуюсь тональными средствами я именно пользуюсь вот такой вот крем-пудрой и у меня в оттенке порселейн принципе всегда ею пользуюсь слоновая кость вроде как если я не ошибаюсь это переводится но на этот раз я решила попробовать что-то другое я скорее всего конечно же безусловно куплю еще когда у меня подойдет концу уже это этот макс фактор я сказал или нет вот это от макс фактор но я решила попробовать другой и как всегда я в конце очереди пока я решилась попробовать другую конкретно от бобби браун они уже по моему дисконтиньют стали то есть я уже на какие-то остатки просто как будто бы пришла купила свой оттенок вот он у меня порселейн и решила что если мне понравится я наверное куплю еще но к моему сожалению я узнала что этот сток дисконтиньют и я просто купила какие-то вот уже остатки по скидкам и больше я ее наверное не куплю но только в каких-нибудь интернет магазинах какие то есть еще остатки но они вроде как ним в моем оттенке и так вот все это выглядит обошлась мне эта пудра вроде как 18 паундов то есть как бы совсем недорого вот этот вот оттенок порселейн и так вот это выглядит здесь тоже есть у нас зеркальца хотя я им принципе никогда не пользуюсь и что у нас тут и тут у нас губка губкой я этой пользуюсь мне нравятся такие губки так защитная пленочка и сама пудра давайте для сравнения мы сравним этих два оттенка и видно кстати что они по оттенку разные вот это вот гораздо светлее чем вот этот вот поэтому этот скорее всего мне не подойдет и слава богу потому что я его больше не смогу купить то есть этот мне в принципе оттенок хорошо подходит а вот этот наверное все таки светловатый давайте посмотрим я даже для сравнения оба поставлю так вот у нас выглядит эта пудра кстати очень мягкого помола очень мягенькая и она как показывали сами сами боби браун лучше ее наносить вот такими вот движениями но это в принципе пудра поэтому не вижу никаких проблем наносить ее другим способом давать еще на славе кстати очень мягкого помола я вот знаете смотрела видео интервью создать телевизи арт и вот они рассказывали как они делали тени очень интересно то есть как они вот этот вот помол перемалывали по несколько раз и вот здесь тоже ощущение что несколько раз перемалывает полом потому что помол потому что очень мягкая текстура но давайте для сравнения я рядышком поставлю вот этот оттенок просто посмотрим так конечно мягче бобби браун гораздо мягче чем макс фактор она такая вот даже видно на более однородная чем макс фактор макс фактор по суше все таки ну давайте я ее вот сюда рядышком нанесу на видео вообще не видно разницы давайте попробую ее нанести принципе я всегда наношу этой губкой но вот тут уже получше видно разница я не знаю вам наверное не видно она конечно же мне так она беда чуть-чуть вам она навряд ли будет видно но видно что вот это вот посветлее чем вот этот оттенок так вот может быть лучше видно здесь вот видно что выбеливает а здесь принципе нет поэтому наверное все таки это будет светловатая для меня пудра за может при этом освещении будет видно лучше что вот это вот посветлее чем вот эта пудра ну все равно я с удовольствием ею конечно же попользуюсь очень приятная текстуру пудру может быть надо было брать какой-нибудь другой оттенок не порселейна какой-нибудь потемнее но как-нибудь вот не знаю может быть на пару тонов может на тон потемнее но потому что пудра очень приятно очень такая мягенькая видно что вот она так однородно ложится не за посмотрю конечно на лице как все это будет выглядеть но по большому счету вот так вот даже смотря на сводчи ну наверное вам не очень видно принципе max factor она очень однородно ложится очень хорошо и вообще она моя любимица и я могу спокойно ее отнести к открытию ну конечно же не этого года а того года когда ее открыла и с тех времен я конечно же этой пудрой постоянно пользуюсь и если вы ищете что-то такое подобное и вы тоже не любите носить тональные средства там на работу или куда-то еще вот именно такой текстуры то я конечно же вам советую max factor ну а так вот с удовольствием попользуюсь этой пудры попробую очень она мягенько если может быть выбрать свой оттенок то думаю она тоже очень даже хорошо зайдет то что такая очень приятная очень мягкая кремовая текстура конечно у бобби браун пудра классная я купила очередные вот эти вот щеточки для чистки зубов от бренда т.п. и у меня размер нулевой мне их когда-то прописал дантист то есть он сказал чистить между зубками и знаете мне понравилось лучше чем нитка потому что она действительно вот так вот выталкивает пищу какую-то хотя даже если допустим я там хорошо почистила зубы все 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 равно туда ну щеткой никак не залезть и удобно что здесь вот такая вот есть крышечка то есть когда она у меня лежит в ванной комнате она вот эта вот палочка не пылится и у меня уже там они последние я уже использую я ее не буду то есть я их конечно же не использую то знаете там каждый день беру новую то есть неделя даже порой 2 я использую одну и ту же я мою эту щеточку и в принципе она у меня годна до тех пор когда нужно совсем вся одну не это вот проволочка она ну вся не загнется и ее уже невозможно использовать хотя она очень такая знаете flexible также купила в лидере очередные вот эти вот что это у нас для снятия макияжа скажем так от бренда сиен это очень бюджетный бренд в принципе неплохой и мне вот эти вот патики эти очень кстати нравится вот как они прошиты принципе и очень бюджетно очень как бы хорошо также решила взять от исти лаудер вот это вот их знаменитый знаменитое тональное средство футурист и здесь вот такая вот карточка с разными цветами тут от самого яркого оттенка до самого темного ну понятно что я где-то наверное в бюджете вот этих трех дальше уже навряд ли я пойду ну макси мне но этот навряд ли вот наверное даже где-то вот в пределах двух ну трех максимум где-то будет мой оттенок если моего оттенка среди этих не будет то ну понятно уже в этих не будет просто он нашумевший на ютюбе много о нем хороших отзывов ну вот решила попробовать хотя мне очень нравится допустим тональное средство от lancome но попробую вот такую вот карточку взяла для пробы также купила заказала вернее вейвен у нас тут бросили домой каталог но я решила воспользоваться и заказала вот таких два мыла я в принципе люблю вот такие мыла они часто идут по скидке за фунтик можно купить одно и я купила это лагун у меня уже такое было и у них какое-то новое появилась марин ну что-то такое должно быть свежая я так понимаю я люблю их ставить в нижнюю ванную комнату ну в нижнюю у нас внизу туалет и там только раковина в принципе туалет и вот я люблю ставить потому что там маленькая раковина и вот как раз таки вот такое вот мыло маленькое но туда идеально подходит поэтому вот люблю такие мыло брать у эйвен и сейчас я так понимаю девочка которая распространяла она у нас перестала распространять когда началась пандемия ну а тут какая-то новая так понимаю стала распространять потому что я ее не видела, поэтому вот она бросает в почту каталог, пишет, в какой день нужно просто выложить на улицу, и она ходит, собирает потом заказы и присылает сообщение, когда заказ готов. Также я купила вот такие вот салфетки на каждый день. Я ими, в принципе, протираю пыль. Удобно, они сразу же мокрые, но они не, знаете, вот бывают такие салфетки, которые, например, антибактериальные, если покупать, они прям совсем такие жирные, и мне не очень нравится вот они такие прям жирные-жирные. А вот такого типа, они, как правило, предназначены для всего. Вот они мне нравятся, потому что они в меру мокрые, скажем так, относительно быстро высыхают, и очень удобно вытирать, скажем так, ими пыль. Поэтому я, как правило, вот такого типа, где именно мультипурпус написано, вот такие вот салфетки я использую для пыли. Ну и последнее, что у меня появилось, это мои вот эти вот слоники. это вот эти, ой, бритвы. Вот они, они приходят, то есть, когда вы подписываетесь на Харис, они приходят в том, в той очередности, в которой вам надо. И вот пришли они. Наконец-то, ну не наконец-то, у меня, в принципе, их про запас, ну вот, у меня приходят они, ой, я уже даже не помню, в какой очередности, если честно, но они всегда пишут, когда они выслали. Вот так вот. Очень удобно, даже если вы куда-то едете, и вам на смену, например, нужна там одна, то вы всегда можете взять с собой эту коробочку, положить туда столько, сколько вам надо, и они здесь, скажем так, в безопасности. Так вот все это выглядит. Ну вот на этом все. Спасибо за внимание. Это все мои покупочки, которые были сделаны в феврале. Всех вас целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok